Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Citroёn Aircross C4 2012 года выпуска двигатель 2 литра, бензин вариатор, передний привод пробег на автомобиле 113 тысяч километров заменен на пенем передние стойки амортизационные стали простукивать, бубнеть хозяин говорит, не хочу так ездить заказали новые поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса поднял автомобиль везде, где есть резьба, немножко ее почищу щеткой по металлу ВД-шкой брызну откручиваю стойку стабилизатора откручиваю кронштейн а вот это даже гайку не надо откручивать кронштейн откручиваю с тормозным шлангом и с проводом обвес головка на 12 я не знаю что тут делалось, кронштейн отломан и он на хомуте сидит обычный ленточный хомут а сам кронштейн почему-то оторвался вот он такая плохая контактная сварка головка на 19 головка на 14 головка на 14 стойку стабилизатора в сторону убираю сама стойка живая плечом рожковым держу болты отлично болт спокойненько снимается снимаю пластиковый кронштейн пластиковый кронштейн просто на таких защелках по бокам защелкнув и все вытаскиваю один болт и вытаскиваю второй болт здесь у меня стойка отвязана теперь только остается снять сверху опускаю автомобиль приопустил автомобиль ослабляю центральную гайку ключ на 17 головочка немножко ослабляю также головкой на 14 откручиваю зайки крепление опоры это ослабляю придерживаю рукой стойку и вытаскиваю ее все стойку я вытащил иду зажимаю пружину вставил стойку в зажим здесь я упер в пружину а здесь я упер в опору в чашку мне на два витка не хватает ее схватить но и пружину мне снимать не надо будет мне только надо вытащить стойку а здесь опору поставил она тоже не мешает ключ на 17 приготовил головку сжимаю все стойка свободно откручиваю и снимаю стойку отбойник переставлю на новую стойку сама стойка она рабочая но она стучит у ней клапан в каком-то положении он бубнит и она постоянно на мелких кочках издает звуки они даже в штоке отдают когда держишь на мелко качаешь неприятно ездить беру новую стойку новые стойки каяба заказали одна идет 339 254 а вторая идет 339 253 какая из них левая какая правая сейчас разберусь ухо сразу достал 254 это левая стойка ухо с этой стороны этот кронштейн вот он приварен который был отвален а теперь надо прокачать стойку в перевернутом виде один раз прокачиваем теперь переворачиваем и прокачиваем пять шесть раз и после этого мы уже ее не ложим тем самым мы удаляем воздух из масла с каждым разом она становится туже и последний раз даже по руке заметно насколько она стала туже теперь иду устанавливаю ее на место еще контрольный раз сделаю иду устанавливаю иду устанавливаю одеваю на стойку отбойник с пыльником он целый сжимаю пружину и завожу стойку и завожу стойку и выравниваю здесь пружину стойку по упору Вот здесь вот эту прокладку на край сдвину, вот так вот. Все, держу стойку и снимаю. Иду устанавливаю на автомобиль, одной рукой поднимаю стойку, а второй наживляю одной из гаек, попадаю шпильки в отверстие и наживляю. Все, затянул потом и центральную тоже затяну потом. Поднимаю автомобиль, увидел пробитый пыльник привода, надо менять, начал смазку бросать. Так что думаю скоро будет замена еще и пыльника. Смазываю оба болта и вставляю сначала один, затем второй. Сразу этот кронштейн тоже на место защелкиваю. Наживляю обе гайки. Также смазываю стойку стабилизатора, резьбовую часть. Стойка сверху у меня еще откручена, поэтому немножко не подходит. Затяну. И также кронштейн тоже прикручиваю. Затяну. 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 еще руками все протянул стойку протянул кронштейн затянул стойку два болта вверх-вниз здесь все опускаю затягиваю сверху затягиваю гайки затягиваю центральную здесь нужен ключ который держит сток у меня есть 9 10 который передняя и задняя стойка задняя стойка гайка на 17 но внутренняя часть не подходит передняя стойка она внутренняя часть подходит но гайка не одевается если только брать эту часть и накидным ключом на 17 перекручивать вот про что я говорил это от передней стойки 10 9 вот она хорошо встает беру ключ накидной на 17 ее трещоточный ключ сверху держу и затягиваю гайки здесь я протянул аналогичным образом меняю со второй стороны номер стойки я показал сверху я затянул снизу я затянул устанавливаю колесо и на этом замену передних стоек я закончил всего вам добро